Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» по приложению English Galaxy. В этом уроке мы с вами разбираем активный и пассивный залог. Активный залог. По-другому active voice. Мы просто используем, когда обычное предложение. Например, мы хотим сказать «Она обычно объясняет это очень ясно». Она обычно объясняет «She usually explains это очень ясно very clearly». «She usually explains it very clearly». «Она обычно объясняет это очень ясно. She usually explains it very clearly». «Я кончил университет в прошлом году». «Я кончил университет». «I graduated from university» в прошлом году. Last year. «I graduated from university last year». «Я кончил университет в прошлом году». «I graduated from university last year». То есть смотрите другими словами. Когда у нас с вами обычное предложение, то есть когда не пассивный залог, это активный залог. Итак, режуемся дальше. «Они удалят эти файлы». «Они удалят». «They will delete» — эти файлы. «These files». «They will delete these files». «They will delete these files». «Они удалят эти файлы». «They will delete these files». «Они продали эту мебель». «Они продали». «They sold» — это мебель. «This furniture». «They sold this furniture». «Они продали эту мебель». «They sold this furniture». Далее также просто обычное предложение, то есть когда не пассивный залог. По-другому называется это активный залог. «Они еще не нашли решение такой проблемы». «It is present perfect». То есть «они не нашли». «They haven't found решение такой проблемы». «A solution to such a problem еще yet». «They haven't found a solution to such a problem yet». «They haven't found a solution to such a problem yet». «Они еще не нашли решение такой проблемы». «They haven't found a solution to such a problem yet». А вы далее смотрите, пассивный залог. Когда действие совершается кем-то или чем-то. Да, общая формула — это форма глагола «to be». И далее третья форма глагола. Да, форма глагола «to be» и третья форма глагола. Смотрите, мы хотим сказать «Их рейс задержали». «Их рейс», «the flight», «сдержали». То есть не сам себя рейс задержал, а когда действие кем-то, чем-то — это пассивный залог. То есть «был задержан». «was delayed». «The flight was delayed». «The flight was delayed». «Их рейс сдержали». Или также дословно «их рейс был задержан». «The flight was delayed». «Это только что сказали». Видите, когда кем-то, чем-то — это пассивный залог. «Present perfect passive». «Это только что сказали». «It has just been said». «Это только что сказали». «It has just been said». Хорошо. Как сказать? «Эта работа будет скоро проверена». «Future simple passive». То есть «эта работа», «this work», «будет проверена», «will be checked», «скоро», «soon». «This work will be checked soon». «This work will be checked soon». «Эта работа будет скоро проверена». «This work will be checked soon». Хорошо. А как сказать? «Решение этой проблемы еще не было найдено». «Видите, еще не», «yet» указывает на «present perfect». Есть, получается, «present perfect passive». «Решение этой проблемы», «a solution to this problem», «не было найдено», «hasn't been found», «еще», «yet». «A solution to this problem», «hasn't been found yet». «A solution to this problem», «hasn't been found yet». «Решение этой проблемы еще не было найдено», «a solution to this problem», «hasn't been found yet». Теперь давайте перейдем к смешанной практике. То есть где-то активный залог, по-другому обычное предложение, а где-то пассивный залог, когда действие совершается кем-то или чем-то. Итак, давайте думать, где есть что и какую правильную форму необходимо использовать. Смотрите. «Он только что сказал это». Это просто активный залог «present perfect». То есть обычное предложение, да, «present perfect». «Он только что сказал это». «He has just said it». «Он только что сказал это». «He has just said it». Хорошо. А как сказать? «Это основано на реальных фактах». В принципе, можно перейти «это основано» или «это базируется на реальных фактах». Получается. «It is based on real facts». «It is based on real facts». Ведь и да, здесь конструкция именно пассивного залога. «Present simple passive». «It is based on real facts». «Это основано на реальных фактах». Или также можно перевести «это базируется на реальных фактах». «It is based on real facts». Я закончу этот курс к следующему году. То есть «я сам». Это не пассивный залог. Обычное предложение. Видите, есть «к» значит «future perfect». «Я закончу». «I will have finished этот курс». «This course» к следующему году. «By next year». «I will have finished this course by next year». «I will have finished this course by next year». «Я закончу этот курс к следующему году». «I will have finished this course by next year». Хорошо. Как мы скажем? «Что-то задержало рейс». Это просто «пассимпл». «Что-то», «something задержало», «делayed рейс». Конкретно, а потом не просто «flight», а «the flight». «Something delayed the flight». «Something delayed the flight». «Что-то задержало рейс». «Something delayed the flight». Хорошо. Как сказать? «Эта история была основана на реальных фактах». Видите, это «пассимпл», «пэссив». «Пассимпл», «пэссив». «Получается, эта история…» «This story была основана…» «was based…» «на реальных фактах…» «on real facts». «This story was based on real facts». «This story was based on real facts». «Эта история была основана на реальных фактах…» «This story was based on real facts». «Он исправил ошибку». То просто «пассимпл». «Он исправил…» «He corrected…» «Ошибку». Да, конкретную. Не просто «mistake», а «the mistake». «He corrected the mistake». «He corrected the mistake». «Он исправил ошибку». «He corrected the mistake». «Ошибка была исправлена им». Видите, это «пассимпл», но когда действует кем-то, чем-то, то именно пассивный залог. Получается «пассимпл», «пассив». Да, с вами помню формулу образования. Это «was» или «were» плюс третья форма глагола. «Was» или «were» плюс третья форма глагола. Получается, ошибка конкретная. Это «опущается» «the mistake» «была исправлена…» «was corrected…» «им…» «by him». «The mistake was corrected by him». «The mistake was corrected by him». «Ошибка была исправлена им…» «The mistake was corrected by him». «Он сказал…» «Что это производилось по всему миру?» «Он сказал что…» Это просто обычное предложение «пассимпл» «he said that…» А вот далее «это производилось». Не само себя производило. Так это кем-то чем-то пассивный залог. Получается «пассимпл» «пассив». «Это производилось». «It was produced…» «It was produced…» И фразы по всему миру… «all over the world…» «all over the world…» «He said that…» «It was produced…» «all over the world…» «He said that…» «It was produced…» «all over the world…» «Он сказал…» «Что это производилось по всему миру?» «He said that…» «It was produced…» «all over the world…» Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Хорошо. «Как сказать…» «Когда он вернулся, она что-то готовила…» «Когда он вернулся…» «Краткое действие…» Просто «пассимпл» «используйся «come back…» «Когда он вернулся…» «When he came back…» «Она что-то готовила…» «Это длительное действие…» «Пасс continuous…» «Она готовила…» «She was cooking…» «Что-то…» «something…» «She was cooking something…» «When he came back…» «She was cooking something…» «When he came back…» «She was cooking something…» «Когда он вернулся…» «Она что-то готовила…» «When…» «He came back…» «She was cooking…» «Сампфин…» «А вот далее…» «Как правильно сказать…» «Когда он пришел домой…» «Еду готовили…» «Когда он пришел домой…» «Используем past continuous…» «Используем past continuous…» «Но не сама себя еда готовила…» «А когда кем-то чем-то…» «Используем пассивный залог…» «Получается…» «Past…» «Continuous…» «Passive…» «То здесь…» «was…» или «were…» «плюс…» «been…» «Плюс третья форма глагола…» «Еще раз смотрите…» «…» 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 просто present simple. Он объясняет это, he explains it, очень ясно, very clearly. He explains it, very clearly. Он объясняет это очень ясно, he explains it, very clearly. Эти файлы будут удалены. Future symbol passive. Эти файлы, these files будут, не просто will, I will be, удалены, deleted. These files will be deleted. Эти файлы будут удалены. These files will be deleted. Кто-то разбил зеркало. Скажем, используя слово someone, то есть someone, или past simple, фраза break the mirror, break the mirror. Получается, broke the mirror. Someone broke the mirror. Someone broke the mirror. Кто-то разбил зеркало. Someone broke the mirror. А теперь давайте скажем по-другому. Зеркало было разбито. Теперь уже получается past simple passive. Да, past simple passive. Зеркало, the mirror, the mirror, было, was, разбито, broken. The mirror was broken. The mirror was broken. Зеркало было разбито. The mirror was broken. Я полагаю, кто-нибудь скоро купит этот дом. Я полагаю, I suppose, кто-нибудь, да, скажем, используя someone, someone скоро купит. Soon в английском ставится в конце. Достойно получается, купит этот дом. Will buy this house. Скоро. Soon. I suppose someone will buy this house soon. I suppose someone will buy this house soon. Я полагаю, кто-нибудь скоро купит этот дом. I suppose someone will buy this house soon. Они сделали правильный вывод. Просто past simple. Фраза «сделать правильный вывод» дословно «make the right conclusion». «Make the right conclusion». Получается, они сделали «they made» правильный вывод «the right conclusion». «They made the right conclusion». «Они сделали правильный вывод». «They made the right conclusion». Скажем по-другому. Как это правильно сказать? «Был сделан» – правильный вывод. Дословно. Правильный вывод был сделан. Правильный вывод. «The right conclusion» был сделан. «Was» – именно форма «make» получается «was made». «The right conclusion was made». «The right conclusion was made». «Был сделан» – правильный вывод. «The right conclusion was made». «Они нашли правильное решение». «Они нашли» – they found – и фраза «правильное решение» – «the right decision». Они нашли правильное решение. Хорошо. А как сказать? Это выяснилось только вчера. Это выяснилось. Пассивный залог. Past simple passive. Используя форму find out. Получается, это выяснилось. Или можно также перевести, это было обнаружено. It was found out. It was found out только вчера. Only yesterday. It was found out only yesterday. It was found out only yesterday. Это выяснилось только вчера. It was found out only yesterday. Я полагаю, дом скоро будет продан. Я полагаю. I suppose, дом скоро будет продан. Это просто future simple. Дом. Конкретно не говорим. The house будет продан. will be sold скоро, soon. I suppose, the house will be sold soon. I suppose, the house will be sold soon. Я полагаю, дом скоро будет продан. I suppose, the house will be sold soon. Посмотри, сейчас строится новое здание. Посмотри, это лук. Понятное дело, что действие происходит именно сейчас. Используем present continuous. Сейчас строится новое здание. Дословно по-английски мы говорим новое здание. A new building строится сейчас. Строится. Используем present continuous passive. Is been built. И дословный сейчас будет now. A new building is been built now. Look, a new building is been built now. Это дословный перевод. В получении здесь его как раз и тонируем. Получается, look, a new building is been built now. Посмотри, сейчас строится новое здание. Look, a new building is been built now. Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь прочный материал в приложении English Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok